Вторая функция деформации объектов это через оболочки. Оболочки или по-другому, envelope. Три вида, три подфункции и лучше их применять к тексту или к группе. Текст я набрала и хочется одному из них задать узорную заливку. Узор немножко уменьшить. Только узор. Чтобы уменьшить, я сделаю двойной клик по инструменту Scale. И там выберу галочку только Transform Patterns. Transform Patterns и остальные галочки просто отключены. Я хочу трансформировать только узор. Допустим, уменьшить до 35%. Второму текстовому фрагменту задам градиент. Но мы помним, что градиент с живым текстом не работает. И чтобы градиент применить к буквам, я буквы должна преобразовать в кривые. И здесь уже градиент абсолютно спокойно работает. Я немножко скорректирую. И третий текстовый фрагмент пусть останется просто с однородной заливкой. Мы посмотрим, как можно работать с оболочками. Три подкоманды и основной функции оболочки. Envelope Distort. Первая подкоманда – это готовые фигуры, готовые оболочки. Возможно, кто-то из Photoshop это помнит, если вы знаете Photoshop. Alt-Shift-Ctrl-W. Готовые оболочки применять. Эти готовые оболочки в списке находятся. Сразу рыбка открылась. Можно выбрать дугу, можно выбрать флаг. Абсолютно все, что угодно. Все-таки на рыбке остановлюсь. И помимо того, что вы здесь выбираете оболочки, также с помощью ползунка Bend вы можете задать глубину и направление искажения. Также при желании и по горизонтали, и по вертикали можно все искажать. Функция довольно тяжелая, тем более, что я еще две дополнительные опции включила для этой функции. Я сейчас покажу, чтобы вы имели представление, что это за опции. Просто имейте в виду, что довольно тяжело работает. Самая тяжелая функция в Adobe Illustrator. По умолчанию в опциях огибающих или оболочек включена деформация только внешнего вида, группы или текста. Но очень интересно работает эта функция, если включить еще две опции. Это искажение узора и линейного градиента. Вот где они находятся, эти опции. Пожалуйста, если отключить деформацию паттерна, то довольно неинтересно будет. Везде одинаковые размеры узорных фрагментов. То же самое будет не столь интересно с градиентом. Деформируется, кстати, только линейный градиент. Ну что ж, очень хочется деформировать, хотя очень тяжело работает. И окей, сохраню с этими опциями. В любое время мы можем отменить эти функции. Команда Release уже нам знакома из предыдущих функций. Могу в любое время отменить их. Сегодня, завтра, через неделю. И увижу, что оболочка сама по себе, а текст сам по себе остается на своем месте. Можно, конечно, делать Expand. Знакомая тоже функция Expand. Разобрать, чтобы подетально уже работать с узелками. Но пока я не хочу это разобрать, а хочу показать очень важный нюанс. Это оболочка и внутри оболочки текст. Я хочу редактировать содержимое, а именно текст. Чтобы редактировать содержимое, на панели опции я обращусь ко второй кнопочке Edit Contents. Войду вовнутрь содержимого, допустим, добавлю обводку. Возможно, что-то еще можно будет здесь добавить. Но не забываем, обязательно затем возвращаемся к первой кнопке, к оболочке. Внутри нельзя оставаться. Вот это работает обычной заготовки, довольно интересно. Вторая оболочка, вторая функция оболочки – это деформировать через сетку. Alt-Ctrl-M. Деформировать через сетку – эта функция требует двух основных шагов. Первый шаг – шаг А. Я вхожу сюда и задаю нужную сетку. Сетка состоит из рядов и колонок. Пусть будет один ряд и восемь колонок. Это шаг А. Я просто сетку создала. И шаг В. Белой стрелкой я выделяю нужные узлы. Если их несколько, то при нажатой Shift и их деформирую. Вот такая интересная деформация. Все остальное также работает. При желании можете войти вовнутрь, редактировать, выйти и так далее. Третья подкоманда называется «Деформировать с помощью переднего плана объекта Top Object». Alt-Ctrl-C. А это значит, что мы перед текстом или перед группой должны нарисовать простой замкнутый объект. Я нарисую простой эллипс небольшого размера. Выделю и простой эллипс, и текст. И только после этого обращусь к третьей подкоманде. Вот такая деформация. Кстати, сразу предупрежу о том, что именно с этой командой иногда иллюстратор может капризничать. К сожалению, есть такой момент. Я не знаю, в чем проблема уже в последних нескольких версиях. Немножко может капризничать, немножко может замедлить работу. Но что же делать? Иной раз просто закрывается. Сейчас я экспериментирую. Я увеличиваю размер. Все в порядке. Хорошо. Все то же самое с третьей подкомандой покажу с группой. Пожалуйста, я беру прямоугольную сетку, закрашиваю изначально в какой-то серый цвет и серую обводку. Затем, чтобы получить, допустим, такой шар дискотеки, как там делают разные-разные кусочки, разные цвета, оттенки, такие кусочки зеркал делают, мы тоже через инструмент LifePaint, клавишный эквивалент K, закрасим эти кусочки, допустим. Хочется потемнее какие-то цвета. Поэкспериментируем немножко. Это группа. Это группа. И перед этой группой тоже нарисую простой эллипс, без сложных заливок, без групп, сложных комбинаций. Выделю и то, и другое, и к той же третьей команде обращусь. Вот такая красота. Можно уже праздновать. Вот так вот. Все очень интересно работает, и обязательно пользуйтесь, конечно. Третья функция деформации – это уже эффекты. Эффекты, точнее меню «Эффект» имеет очень важный нюанс. Дело в том, что команды из меню «Эффект» не внедряются окончательно и бесповоротно в объект, а они внешний вид только меняют. Сам объект сохраняет все свои свойства. Давайте посмотрим. Я возьму абсолютно любую, хотя бы ту же сетку, возьму любую заливку, обводку, и посмотрим первую же команду деформации. Выделяю группу или объект «Эффект» «Дисторд и трансформ» «Деформация и трансформация», и очень интересно работает первый же спецэффект «Фри Дисторд» – «Свободная деформация». Немножко напоминает инструмент «Фри Трансформ». Здесь через диалоговое окно все делается. Пожалуйста, ухватитесь за любую точку, деформируйте, как вам хочется. Дело в том, что если я сейчас пойду в режим контуров, «Ctrl-Y», я увижу просто исходный объект, как будто ничего не происходило. Когда возвращаюсь в стандартный режим, я вижу искажение и исходный объект. То есть здесь два элемента у одного объекта, как будто. Вес получается довольно тяжелым, но это сделано ради того, чтобы мы, пользователи, имели возможность многократно редактировать эти эффекты. И здесь очень важный момент. Мы редактируем эффекты не таким же путем, как мы их выбирали, а как сама программа подсказывает, редактировать эффекты строго через панель «Appearance». Если повторно один и тот же эффект применить, иллюстратор просто закроется. Поэтому, чтобы редактировать, я открываю панель «Appearance», «Shift-F6», «Appearance» – оформление, и здесь я вижу «FX», такой значок эффектов, само название эффекта, делаю клик по названию и работаю уже с этим эффектом, продолжаю просто редактировать. Это безумно удобно, главное, не забываем, здесь очень важно запомнить, все команды из меню «Эффект» редактируются на панели «Appearance». Это строго. Если вы уверены, что вам больше не надо редактировать, и чтобы облегчить, допустим, объем файла, если очень хочется, вы можете это разобрать. Все эффекты можно разобрать не обычной командой «Expand», а командой «Expand-Appearance» разобрать оформление. И после этого останется простая группа, без эффекта, и, увы, больше редактировать не получится, просто надо это запомнить. Так работают все эффекты и некоторые эффекты деформации. Очень интересно, сейчас все покажу. Допустим, такой многоугольник возьму с какой-то заливкой, обводкой, и следующая команда «Packer & Blood» «Тянуть», «Толкать» тоже не внедряется, а внешний вид только добавляется. Если идти в сторону «Packer», мы увидим лучики. Если двигаться в сторону «Bloat», мы увидим лепестки. И, конечно же, в любое время, хоть через год, если откроете документ в Adobe Illustrator, вы сможете через «Appearance» отредактировать этот эффект. Это удобно на самом деле, главное, чтобы вы не забывали, как редактировать. Есть еще некоторые эффекты, они не все здесь интересны, ну, например, «разрыхлитель» такой, «разрыхлитель», я наберу слово «кактус», пусть будут у нас колючки. Возьму шрифт довольно жирный, чтобы было все хорошо видно, цвет какой-нибудь зеленый, и даже с живым текстом, без преобразования в кривые, эта функция работает. «Rowin» – «разрыхлитель». Можно задать любой размер этим колючком и частоту. «Размер» и «частота». Здесь никакого глубокого смысла не ищем, это просто эффекты. Тоже редактируемые через «Appearance». Там две функции нам уже, то есть одна функция нам уже знакома, трансформация. Мы это смотрели с вами, «Transform each», трансформировать каждый элемент, абсолютно такое же диалоговое окно, но в виде эффекта, чтобы у вас была возможность что-то редактировать уже в дальнейшем. Все это нам известно, поэтому я это так пройдусь над этим. Далее еще один эффект есть, который, мне кажется, не столь интересен, как предыдущие или то, что еще после будем смотреть. Твик – искажение контура. Искажение контура при этом очень интересно искажает, допустим, хочу и по горизонтали, и по вертикали, только по узлам или только по внутренним узлам или только по внешним. То есть, скажем так, эффект неожиданный. Если вдруг понадобится такое зеленое или другого цвета пятно, в вашем макете, пожалуйста, можете этим воспользоваться. Есть еще пару эффектов, они поинтереснее, возможно, будут. Я сейчас звездочку возьму. Следующий эффект – это вскручивание. Twist, вскручивание. Простейший эффект – вы просто задаете угол поворота. Больше ничего такого здесь нет. Допустим, на 45 или на 145 градусов. Все. В любое время вы сможете это редактировать. Не забывайте, пожалуйста, еще больше задам угол поворота на 180 градусов. Вот такая красота. И еще один эффект – это зигзаг, который может один сегмент преобразовать в мелкие сегменты, зигзагообразные. Размер этих выступов, частота выступов, угловые выступы или сглаженные – все в ваших руках. Это просто эффекты. Я думаю, можно добавить интересные элементы дизайна к нашему макету благодаря таким функциям деформации. Субтитры создавал DimaTorzok